Приветствую вас! Глобально ваши проблемы заключаются в том, что вы, судя по всему, самостоятельно решения не принимаете. Вот. То есть вы себе в плане решения как-то не доверяете и свою позицию, которая у вас есть, вы не готовы до конца, скажем так, отстаивать. Вы не готовы ее продвигать. Вы не сомневаетесь, вы не доверяете себе. Глобально ваша проблема в том, что вы привлекаете к решению своих проблем других людей, в том числе самых близких. И в данном случае речь идет о маме, конечно же. Вот. И делать этого категорически нельзя, потому что так вы никогда ничего не сделаете, так вы никогда ничего не решите. Вот. И, соответственно, всегда будете в каком-то таком вот негативе находиться. Вот. Вот. Это если, соответственно, глобально. Вот. Это если глобально. Если мы теперь говорим о ситуации несколько более подробно, скажем так, то здесь все уже не так однозначно. Смотрите, вы пишите, мой парень, здравствуйте, мой парень, мы с ним познакомились, когда были с соседями в одной квартире. То есть, получается, что изначально вас мало что объединяло, получается, что объединили вас обстоятельства. Мы жили один год у одной женщины и снимали две комнаты. Одну я, другую он. Ну. А, знаете, здесь чисто вот такое мое мнение, ну, это не относится даже к вам, не относится к психологии, это относится просто к моему мнению, что уже давно, на мой взгляд, пора ввести запрет на то, что вот если в одной, если одну комнату снимают женщины, да, то чтобы... К ней, значит, подселяли мужчину, вот мне кажется, что, ну, вот категорически странная история, вот. То есть, на мой взгляд, это очень деструктивная позиция, потому что люди сближаются, да, люди сближаются, вот. А потом, после того, как они сближаются, ну, возникают какие-то обиды, проблемы и так далее. То есть, это все несколько негативно, на мой взгляд. Дальше. Значит так. Медленно все развивалось, вроде как целый год сближались, все больше и больше жили, как семья. Ну, хотелось бы вообще понять, что значит сближались, все больше и больше, что значит жили, как семья, что вы по этому понимаете. Если у вас не было, условно говоря, своей семьи, да, никогда, ну, то есть была родительская семья, то ваше представление о семье опять же вызывает вопрос. Опять же вызывает вопрос, именно ваше представление о семье, потому что, ну, вполне вероятно, что вы можете ожидать от того же мужчины, да, что он будет вести себя так же, как и в вашей семье принято себя вести. Ну, например, людям. А это не так. Поэтому так важно разобрать, что вот вы подразумеваете под жили, как семья. А единственное, что меня смущало, что он ни разу со мной полноценно не гулял. Вы знаете, если вот использовать, использовать ваши слова, да, использовать ваши, ну, ваши, вашу формулировку. Вот. То я полагаю, я полагаю, что меня смущает то, что вас смущает, что он с вами именно полноценно не гулял. То есть именно по полноценной прогулке вы судите о человеке, о своем, о его отношении к вам. Это меня как раз таки смущает. Далее. Вы пишите, объяснял всегда тем, что он учится, у него совсем нет свободного времени. Вы, я так понимаю, ему не доверяли. Вы ему не верили, вы не считали, что ситуация обстоит так. Вы считали, видимо, по-другому. Значит, соответственно, очень важно понять, как вы воспринимали то, что он так говорит. Ну, он говорит, что у него нет свободного времени. Ну, это... Вот принимали вы на веру или нет? И если у вас это вызывало чувство, какие чувства? Что вы чувствовали на себя? Чувствовали на себя, я не знаю, лишней, обделенной, там, брошенной, неважной, незначимой, ненужной. Вот. То есть эта история про ваши эмоции, про ваши чувства, у которых есть свои корни, свои причины. Уходил он в восемь утра, приходил в восемь вечера. После мы с ним сидели либо в его комнате, либо в моей. А вы ему предлагали сам это погулять? То есть, как бы, насколько вы активны были? Ему сейчас двадцать, двадцать, а мне двадцать четыре. Значит, для вас имеет какое-то значение возраст, получается? Или как, для чего вы пишете, сколько вам лет и ему? Далее. Насколько вам, соответственно, комфортно с таким мужчиной, да, который младше нас, как вы к нему относитесь и так далее. То есть, вполне возможно, что это неопытный, еще не сформировавшийся человек, а вы уже требуете от него поступков, как от мужчины. Так он помогал мне всегда, поддерживал в любой ситуации, признавался в любви. Ну, то есть, здесь, в общем-то, очень неопределенно. То есть, помогал мне всегда, поддерживал в ситуации, признавался в любви. Такое впечатление, что он вас влюбил, как-то был влюблен, на любовь очень похож. В июне этого года, по обстоятельствам, каким нам пришлось разъехаться, он приехал в другой город на учебу, я поехал к себе в родной город на лето. Мы не общались. Я считал, что мужчина в таком случае должен проявлять инициативу, потому что у меня был несколько вопросов в его отношении ко мне. В его отношении и, наверное, ко мне вы хотите написать. А почему не спросили-то, когда были с ним... Ну, если были вопросы, то почему? Это первое. Второе. А вот вы говорите, что, значит, я считал, что мужчина в таком случае должен проявлять инициативу. Окей, может быть и должен проявлять инициативу. Но вопрос то, может ли именно ваш мужчина проявлять ее? Может ли он это делать? То есть, как бы, если мы что-то требуем, то... Требования это хорошо. Вопрос в том, можно ли наши требования удовлетворить, это первое. Второе. Отличие. Для чего вам, чтобы мужчина проявлял инициативу? То есть, зачем вам это нужно? Лично. И что по вопросам в отношениях? Я просто ждал вам. Ну, то есть, в итоге вы полностью принесли ответственность за отношения на мужчину. В итоге прошло почти три месяца, и я начала его забывать и вычеркивать из своей жизни. А как вы начали забивать, забивать? А, вы имеете в виду, что он переехал в другой город, а вы поехали к себе в родной налет. То есть, вы уехали временно, а он переехал на совсем. Значит, я начал его забывать и вычеркивать из своей жизни. То есть, вы вообще никак вот себя в отношениях не проявляли. То есть, мне вот не понятно. Вот вы пишите, что мужчина помогал всегда, поддерживал вас. Вот. А что делали вы для отношений? Дальше. Как вдруг он мне написал, писал очень милое, пытался каяться, сказал, что хочешь помогать мне. Опять помогать. Опять помогать. Нет, опять какая-то помощь. Это странные отношения. Когда человек хочет помогать. Напоминает роль спасителя. Из треугольника Карпан. Вот. Расспрашивал все про меня. Рассказал про себя. Сказал, что хотел бы больше быть со мной в то время. Но из-за учебы полностью не мог себе это позволить. Ну, это можно счесть за оправдание, если это не соответствовало действительности. Если человек действительно изначально придает значение учебе достаточно большое, то это, по факту, ну, как бы, это нужно принять. Вы говорите, на что я ему сказал, что если мужчина хочет, то он сделал. Ну, это, на самом деле, такая позиция. Опять же повторяю, он справедлив в том случае, если мужчина вас обманул. Вот. Если же у него изначально такая позиция, то это он и есть. И вы, получается, здесь его не принимаете. Диктуя ему свои какие-то условия. Ряд ли ты уже навязываешь тут, выступая в роли родителя. Вот. На этом у нас общение снова зашло в тупик. То есть я, как бы, холодно достаточно общался, скептически, и выступили наручу какие-то мои обиды. Ваши обиды, анонимы, это ваша ответственность. Это ваши чувства, это ваши ожидания, это ваши мечты и надежды. И за свои обиды ответственность вы несете полностью, только вы. Мужчины за них не ответственны при условии только, что он вам чего-то обещал и не сделал. В этом случае, да. В остальном случае, ответственность за ваши обиды полностью на вас. Дальше. Так. Об этом разговоре я рассказал маме. Ну вот, тоже достаточно интересный момент. Зачем? Зачем маме знать про ваши личные отношения? То есть тут умеетнее было бы подруге рассказать, чтобы она дала более адекватный совет. Но не маме. Маме не нужно. Мама, она... Как бы, ну... Не тот человек. Она была не согласна со мной и сказала, что зря я так горячо оттаснула. Надо было дать возможность ему себя проявить, что когда мы были соседями от одной, он воспоминал тебя как соседку, а сейчас может он хочет перейти на новый уровень. Понимаете какая штука? Ваша мама, она права, она права от счастья. То есть... А... Совершенно очевидно, что мужчина, он вот такой, он не очень решительный, он не очень уверенный. А... Совершенно... Совершенно очевидно, что мужчина, он такой, еще более пассивный в этом смысле, чем вы. Хотя... Ну, не знаю. Он вроде бы по вашим описаниям то что-то сделал, а вот что вы делали, вы не описали, не написали. Но именно в плане того, что первые шаги, вот это для него, судя по всему, пока предел. То есть, что-то написать и так далее. Дальше уже вы должны сами как-то, ну, давать ему... Дать ему какой-то шаг навстречу. То есть, он шаг навстречу, когда вам написал сделал, а вы и к нему шаг навстречу не сделали. Вот. Это вопрос к вам, опять же. Вот. Ну и мотивы рассказать об этом маме. Тоже достаточно важная история. Она была... Так, значит, еще нужно сказать... Еще сказалось, что нужно забыть об роздоклабире, начать с чистого листа. Нет, чистого листа начать не получится, потому что... Как бы... Вы оба получили какой-то опыт, вы оба стали другими людьми, никакого... Никакого чистого листа нет. А забывать просто обиды не стоит тоже, потому что... Обиды это... Ваши чувства, относиться к ним пренебрежительно не стоит. Вот как раз история о том, почему не нужно маме... Говорить... Ну, рассказывать о своей личной жизни, да? Вот. Потому что... Ладно, она... Эээ... Судит... Эээ... Со своей колокольни. И... Для нее, вот, например, адекватная история, чтобы на свои чувства забить, к примеру, да? А... Это вредно. Очень вредно. Ээ... Так что... Но... Тут вы... Эээ... Свершили деструктивный для себя поступок. Эээ... Так. Ну что я ей сказал, что это все хорошо, у нас с ним обновленные чувства сейчас. Нет никаких обновленных чувств, мы на расстоянии. Мы не виделись в 3 месяца, вы вообще его забываете на всех каких обновленных чувствах речь. Эээ... Но когда все станет на свои места, тогда все будет так же. А что это значит, когда все станет на свои места? Я не очень понимаю, о чем идет речь, если честно. Эээ... Куда мне девать эти обиды, если они мне есть? Прорабатывать? Прорабатывать. Брать ответственность. Корректировать свое поведение. Подавлять не нужно. Но и перекладывать ответственность на другого человека за них тоже не стоит. Иначе у вас всегда будет виноват кто-то другой в том, что... Вам не комфортно. Но он только не вы. Ну то есть виноват не виноват, а... Как бы ответственность будет нести за то, что вам вот что-то не нравится, что-то тяжело, что-то плохо. А ответственность всегда будет нести кто-то другой. Это... Так это не работает. Вот. Эээ... Дальше... Так. Что теперь молчать всю жизнь и сгладывать все-то не нравится? Знаете, у меня такое ощущение, что у вас эта обида вообще не про этого мужчину. У меня такое ощущение, что у вас это... Эээ... Реакция, она... Эээ... Ну, знаете... Как бы... Как сказать? У меня такое ощущение, что... Эээ... 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 Ну... Эээ... 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 То есть, на самом деле, вот ни то, ни то не является верным. Вот, в целом этот доклад достаточно незрелая детская позиция. Так, я предпочитаю высказывать, пускай даже в грубой форме, ну, это, опять же, перекладывание ответственности, тем более в грубой форме. То есть, как бы, нельзя, грубой формой людей отталкивают. То есть, как бы, нужно высказывать, во-первых, учиться бесконфликтному общению, например, через «Я» сообщения, можете почитать об этом в интернете. Вот, свои чувства выражать в реальном времени через «Я» сообщения, и тогда необходимости в грубости и такого вот обвиняющего тона не будет. Дальше, пускай он знает, чего я хочу, и что я этим не доволен. Но, опять же, опять же, опять же, вот, чего вы хотите? Это мы с этим должны разбираться, что вы хотите. Каких отношений вы хотите? То тоже с этим нужно разбираться. Вот, у меня такое ощущение, что мужчины вам нужны, как бы, более сильно. Более активные, более сильные. Но именно ваш парень не такой. Вы хотите его, как бы, поменять. Вы хотите его, как бы, переделать. Но это уже будет другой человек. И вот это вот основной конфликт здесь. Это по поводу того, что вы хотите. По поводу того, что вы недовольны. История такая, что недовольство, еще раз повторю, это ваша личная ответственность при условии, что человек другой, любой человек, любой человек, абсолютно любой, вам ничего не обещал. Дальше. Так. В общем, у меня много скептицизма по отношению к нему. Это перенос проекта, точнее, на него, своей неуверенности в себе у вас. То есть, к нему, ну, какой скептицизм? Может быть, к человеку. Ну, человек проявил себя, ну, проявил и все. Ходил, проявил, не захотел, не проявил. А у вас скептицизм. Вы пытаетесь зашить от него, подсчитывать себя более безопасно. Ну, больше безопасности. Дальше. Значит, так. Плюс мы в разных городах. Он не может что-то доказать, показать или исправить. А он и не должен доказывать, заказывать или исправить. Он вам не должен этого делать. Вы его либо принимаете таким, как он есть. С него такой активности, либо нет. Я вообще не знаю, как быть. Как быть, чтобы что? Мало говорить, что я зря так поступил. Я считаю, что я с тобой правильно бы сказал. Ну, у всех, у всех проблемы тогда. Мне с тобой правильно бы сказали. Эти мужчины просто не подходят вам. И вот не знаю, что с ними, как сейчас быть. Чтобы что? Вы больше не заводите разговоры со мной о нас. Но сами заведите. То есть, опять же, вы вроде бы требуете сильного мужчину, но при этом сами вы активности не проявляете. Сами вы ничего не делаете для того, чтобы получить то, что вы хотите. Вы ждете, вы молчите. Как бы, и это вопрос к вам. Вопрос к вам. Может быть, это вы, как бы, боитесь проявлять активность. Может быть, это вы боитесь проявлять инициативу. Может быть, это у вас есть какие-то страхи перед близкими отношениями. Вот. Дальше. В тупике мы. Нет. В тупике вы. Мы в тупике. Надо брать личную ответственность. Понимаете? Она не личную ответственность. Нужно брать за то, что происходит. Я в тупике. Не мы. Я. Я бы хотел, поскольку это ваше мнение. Значит, нужно ли скрывать обиды прошлого или действительно лучше смотреть на настоящее? Что значит скрывать обиды в прошлом? Работать с обидами? Да. Брать ответственность за свои обиды? Да. Смотреть, что лежит в основе обиды? Какие ожидания, желания и чувства? Да. Выражать это желание и чувства через все сообщения? Да. Но не вспоминать и не предъявлять мужчине эти самые обиды. После этого вы сможете лучше смотреть на настоящее. На настоящее. Как мне поверить ему и проверить его действительно? Например, он может меня и хочет вывести отношения на другой уровень? Никак. Вы либо просто верите в себе и вступаете в гармоничные отношения, где вы являетесь самостоятельными личностями, либо вы просто с ними разрываете отношения. Потому что вся эта история про поверить, про проверить, доказать, показать и так далее, это всё история не про безусловное принятие друг друга, без чего невозможные гармоничные отношения. Вот. Как нам вообще их строить, если мы на расстоянии, правда, небольшом? Ну, для начала, если вы обращаетесь к нам, то для начала просто предложите ему встретиться сами. Встретитесь, там дальше видно будет. Я сейчас запутался, не знаю, что вообще мне с ним делать. Но опять же, что делать, чтобы что? Или лучше ждать, когда он сам будет писать и действовать? Ну, можете ждать, только куда и к чему это приведёт? У меня к вам большой вопрос. Да и потом, как бы, ну, опять же, у меня по ощущениям складывается, что мужчина больше инициативы проявляет, чем больше активности проявляет, чем больше не будет. То есть, я не знаю, может быть, у вас так сообщение построено, что вы просто не касаетесь этого. Вот. Но по ощущениям он больше проявляет активности. Что он вам помогал, что он вам там что-то для вас делал, любви признавал, а вы ничего, ничего в ответ ему не делали, не делали для него. По крайней мере. Вот вы говорите, что мы как-то сближались, то есть, как-то опять же, очень неопределённо всё. Да смекаться, что у вас нет вот, нет уверенности в себе, вы себе не доверяете, и мужчина вот привлекаетесь к тому, чтобы он вам это вот закрыл. Все слабые места, которые есть у вас, отношения так не построят абсолютно. Вот. Вы изначально берёте какую-то родительскую позицию над ним и ведёте себя с мужчиной как родитель. Вот. И его это, может быть, привлекает, но подумайте, кого это привлекает. Привлекает это только ребёнку. А если мужчина будет видеть себя как ребёнок, то он не будет делать того, что вы хотите. Наоборот, это достаточно пассивный партнёр, как бы. Так что вам надо определить, что хотите вы, конкретно, какого вы видите рядом с собой мужчину, какая вы женщина, какого вы видите рядом с собой мужчину, и подходит ли вот этот вот образ мужчины под того мужчину, который есть в реальности. Не пытайтесь кого-то изменить, не пытайтесь проверять, там, мотивировать доказывать, доказывать или что-то ещё. Потому что важно не то, что человек вам докажет, завоевывает, а важно то, как он к вам относится. Вот. Вот. И важно не будущее в этом смысле, а важно настоящее. Вот. Если сейчас парень настроен к вам достаточно компетентно, так как он умеет, и не так, как вы хотите. Если вы, если вы, если вы принимаете его, его ресурсы, если вы принимаете, то есть он может вам дать. Идите на движение сами. Если вы считаете, что мужчина должен принять больше активности, окей, но этот парень, и именно этот парень вам не подходит. А если вы его будете доращивать, да, то есть если вы будете мотивировать, и вот он стал кем-то другим, то он дорастёт, встанет и после от вас уйдёт. Вот и всё. А на этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.